1342 подписи. Столько жителей Алтайского района собрали под обращением к Виктору Зимину. Сельчане просят помочь навести порядок в районном здравоохранении и снять с поста главврача Нелю Троценко. Алтайцы открыто говорят о недоверии к Минздраву. Десятки жалоб, которые они отправляли в это ведомство, оставались без ответа. И сегодня глава Хакасии потребовал объяснений от министра здравоохранения. Вчера я выезжал со своим заместительным и с юристом в Алтайское ЦРБ, в Белоярскую больницу. Встреча проходила только с врачами. После праздничных дней я еще с одним визитом туда заеду. Обязательно буду встречаться с младшим медперсоналом, со средним медперсоналом, которые работают с населением. Буду с теми сотрудниками, которые работают на скорой помощи. Люди настаивают. Встречи министра с медперсоналом должны проводиться без участия главного врача. Пока эта просьба осталась без внимания. Накануне Владимир Титов общался с районными медиками, но в присутствии их начальника Нелли Троценко. Соответственно, многие отмолчались, опасаясь репрессий. Там есть проблемы, которые носят бытовой характер. Поэтому хотел бы провести прежде всего такой анализ для себя глубокий, а потом бы на суд общественности выносить бы свое мнение. Почему бытовая проблема не может быть причиной? Она руководитель, или он там, должен понимать всегда, что за ними стоит, какая зона ответственности. И бытовые причины могут быть причиной для входа из должности. Как специалист, поймите решение. Но я, поверьте, возьму это на контроль. Сегодня же Виктор Зимин встретился и с главой района. Владимир Пономаренко также высказал свое мнение о необходимости наведения порядка в районном здравоохранении. Тем временем, расследование фактов, изложенных в программе «Выход есть», под личный контроль взял глава МВД Хакасии Илья Ольховский. Полицейские уже возбудили уголовное дело в отношении Михаила Троценко, мужа главного врача, по статье «Растрата и присвоение чужого имущества, вверенного виновному». Ксения Буганова, Дмитрий Судариков. Новости. 7-й телеканал.